Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я снимала видео с проверкой косметики русских блогеров. И вы знаете, проверка этой косметики заставила меня вздуматься о том, окей, у наших дела обстоят так, но как дела обстоят у зарубежных популярных инфлюенсеров? Ладно, инфлюенсеры здесь неправильное слово. У зарубежных популярных знаменитостей. Поэтому во время поездки к своим родителям я нашла самое настоящее золото в магазинах косметики. Золото, потому что еще и стоит дорого. 200 евро были в парке. Получается, потратил на сколько? 214 евро у меня вот такой набор косметики. То есть это примерно 22 тысячи. Тут даже палетки теней нет. В этом видео я проверю те самые расхайпленные продукты знаменитости, которые каждый день веросятся в соцсетях. И дам свою честную оценку продуктам. Но для начала три спойлера. Первый. Я просто выучиться с общей цены на косметику. Потому что наполнение этого шопера вообще не выглядит как нечто, на что можно потратить 250 евро. 25 тысяч рублей. Я просто думаю о том, что 25 тысяч рублей на набор косметики, да, типа от звезд, но это очень до хрена. Потому что здесь нет ничего такого из ряда бы находящего. Второй спойлер. Спустя какое-то время на один из продуктов у меня появилась дичайшая аллергия. Хотя изначально этот продукт мне очень понравился. Третий спойлер. Мои отношения с косметикой Арианны Гранды все еще не складываются. Ну сувань! Нет, ну Арианна, ну как? Ну а подробнее в этом ролике. Что ж, подписывайтесь на мой канал, включайте в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Итак, давайте посмотрим, что же я купила за эти бешеные деньги. За 250 евро я получила тестер. О, кстати, тестер от бренда Florence by Mills. То есть, получается, от Milly Bobby Brown. Кстати говоря, я даже не знала, что у меня парфюм выходит. Не видела рекламу. Давайте посмотрим. Базовый. Очень похож на парфюм от Moschino, Moschino Funny. Мне нравится этот запах. Ну, нравилось, когда мне было 15-16 лет. Ну, что в целом, да, такой достаточно юный, приятный, сладковатый аромат. И начинать я буду с тонального средства. У меня вот такой вот продукт от Fenty Beauty от бренда Rihanna. На самом деле, бренд Rihanna я зарекомендовала себя очень круто. Она вот, как говорится, зашла в дверь с ноги. Потому что то, что Rihanna делает в своем косметическом бренде, действительно, находит огромный отклик. Понятное дело, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Но в целом, качество ее продукции, оно действительно на высоте. И все мы знаем этот хайлайтер, вот так вот, который выглядит. Который действительно понравился максимально всем. Насколько это вообще возможно всем угодить. Вот он угодил. Что ж, давайте попробуем тональный продукт от Rihanna. Потому что именно ее тональные средства считаются самыми крутыми в плане всех блогерских вот этих вот косметических бренд. Почему? Потому что у нее самый огромный набор подтонов и оттенков кожи. То есть, когда ты, например, приходишь в магазин и смотришь на косметику Rihanna и выбираешь себе тон, там есть сразу несколько типов подтона кожи. Это нейтральный, это розовый и это бежевый. Ну, то есть, желтоватый. И это очень удобно, потому что, например, по интенсивности цвета тебе подходит, грубо говоря, номер один. Но этот номер один обычно для тебя может быть или слишком розовый, или, наоборот, слишком желтый. А тут у нее этот номер один дублируется сразу в трех подтонах. То есть, в желтом, розовом и нейтральном. Я взяла себе нейтральный вот такой вот стик. Я знаю, что эти стики мало кто любит. Сейчас во времен, когда, по-моему, у бренда Maybelline выходил первый тональный стик, его очень много кто ругал. Но я в те времена только ими пользовалась, и мне он безумно нравился. Он очень мягко наносится, очень классно ложится, очень легко растушевывается. И цвет действительно мне лично идеально подошел, хотя я даже не пользовалась помощью консультанта. Так, ну это мы покупаем, это мы, очевидно, уважаем, это мы будем. Я не знаю, стоит ли мне хоть что-то говорить или все вообще очень красноречиво видно и так. Я заплатила за него 37 евро. То есть, этот продукт мне обошелся, ну, в 3700 рублей плюс-минус сотка-две. Ну, дорого, конечно. Но все-таки это прям реально очень дорого. Я смотрю на все остальные цены, и они все дорогие. Но, честно, прям хорошо. Ставлю 10 из 10, даже несмотря на то, что это дорогой продукт. Очень нежно, очень клево. Кстати говоря, даже после него как будто бы и пудра не нужна. Следующий продукт, который я буду использовать, это вот такой вот консилер тоже от бренда Fenty Beauty. Потому что я решила, что раз уж я беру продукты для лица, кожи, для покрытия, то я решила взять их в одном бренде, чтобы они между собой не конфликтовали. И тадам! Давайте вместе посмотрим. Во-первых, на что хочется обратить внимание, так это на форму. Я такой формы пока что ни у кого еще не видела. И это очень круто, что Риана, она в своем стиле всегда делает какие-то, знаете, такие отсылки. То есть на что похож этот продукт. Ну, он похож на прямоугольник с формой. Но по факту, на самом деле, он похож на огранку кристалла. Потому что в концепте Рианы очень много отсылок к сияшечкам, отсылок к бриллиантам. Ну, типа Шанбрайан Лайкодаймом, все мы знаем. И очень много вот таких вот маленьких пасхалов у нее зарыто даже получается в форме продукта. Это очень круто. Я ставлю этому максимальный лайк уже на этом этапе. Ну, посмотрим, что себе представляет консилер. По запаху обычный. Это выглядит мега натурально. И такое ощущение, как будто у меня на коже нет вообще ничего. И он настолько идеально сгладил текстуру кожи. Настолько сгладил просто вот эти вот все ненужные какие-то покраснения, пятна. Ну, короче, естественно выглядит. Не знаю, мне нравится. Скажите, пожалуйста, что вы думаете. На тему консилера, честно, мне понравилась форма. Задумка все такой. Но я не могу сказать, что ты лучший консилер в моей жизни. И консилер, который я пробовала, когда делала полноценный обзор на косметику Селены Гомос, когда она только-только вот вышла, я сразу пошла делать обзор, у нее консилер, он был гораздо более плотный и гораздо более рабочий. Этот же идеально подойдет для поседневного макияжа, в офис, на учебу, кому-то, может быть, даже в школу. Но для какого-то более плотного покрытия он не подойдет, что неплохо. Это просто ситуация, поэтому мы будем это просто учитывать. Потратила я на этот консилер 30 евро. Ну, блин. Честно, все-таки 30 евро, это прям вот дохрена. Если я поняла, за что я заплатила такие деньги в предыдущем продукте, то есть в Тоне, то здесь я не могу сказать, что, ну, за 3 тысячи я бы этот продукт купила, честно. В шкалею от 1-10 я могу дать этому консилеру, ну, 7, если не учитывать цену. А если учитывать цену, я дам ему 3. Ну, а теперь мы приступаем, пара-ра-рам, к Сирине Гомес и ее косметике Rare Beauty. Во-первых, хочу вам сказать, что я нашла. Оказывается, есть этот продукт в двух размерах. Первый размер находится прямо на официальной стойке в Сафари в Rare Beauty. Второй же вы можете найти у кассы, ну, по крайней мере, в Германии так. Возможно, в других странах будет иначе. И, значит, они вот так вот, по-хитрому, прямо у кассы кладут вот эти вот миниатюрки маленькие. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Очень хайповых румян от Силены Гомес. И выглядит этот малышок вот так. Выглядит как достаточно большой объем, то есть я не могу сказать, что он меня не устраивает. И внезапно. Знаете, где сделан этот продукт? Не в Америке, не в Европе, а в Корее. Видите, написано Made in Korea. Я, кстати, этого шахта про косметику Силены не знала. Вот такая вот у них получается разница в размерах. Это выглядит очень мило. И маленький мне нравится даже больше, потому что как будто бы я гораздо быстрее его израсходую. И захочу попробовать потом новый оттенок. Выглядит интересно. Что ж, давайте тестировать. Честно скажу, я уже делала обзор, я говорила, на косметику Рейер Силены Гомес. Но это было так давно, что я не помню ничего. Я не помню, что мне понравилось, что мне не понравилось. Поэтому если мне тогда не понравилось, я сейчас скажу, вау, классный продукт. Вкусы мы изменились, как и предпочтение. Ну или наоборот, я скажу, сейчас полная фигня. А тогда я говорила, вау, классный, лучший продукт. Опять-таки, вкусы изменились. Поэтому интересно посмотреть, что я об этом думать буду сейчас. Честно говоря, мне кажется, что если я тогда и брала румяна, по идее, должна была все-таки взять этот важный продукт, то палка-то там была не такая, а более базированная. Как я уже рассказывала, я наношу румяна вот в эту зону и прям каплю на середину лба. А теперь растушевываем. Ох, ребятки, я тогда еще не знала, чем вот эта вот история с этими румянами обернется. Я знаю, что этот продукт очень сильно вирусится в среде бьюти-блогеров, в среде фанатов косметики, и очень много обзоров можно найти в том же ТикТоке и в любых других социальных сетях, потому что все просто сходят с ума от этих румян и говорят, что они невероятные. Пока что я вижу только то, что, видимо, кистью их растушевывать, наверное, не лучший вариант, потому что как-то слишком съедает продукт. Хочется добавить второй слой, потому что сейчас это выглядит просто очень нежно, а у нее хочется поярче, но красиво. Кстати говоря, кисть, которую я сейчас использую, это кисть от Doji Cat. У нее была коллаборация с американским брендом косметики, забыла, как называется, Beverly Hills косметик, столь BB косметик, короче, как так называлось. Вот, и у нее была коллаборация для них. А потом по конспирологической теории, как люди разгоняют в интернете из-за того, что этот бренд слишком много заплатил Doji Cat за коллаборацию, а коллаборация не окупилась, они еще вошли в какие-то огромные кредиты и, в общем, вынуждены были закрывать свой бренд, пока они не выплатят свои задолженности. Не знаю, насколько это правда или нет, но видела пару таких видео, потому что была очень удивлена, когда резко перестала видеть этот бренд, в принципе, в Европе, хотя раньше его было достаточно много. Итак, румяна. Я могу понять, почему у них просто адский ажиотаж в интернете. И дело в том, что они, я думаю, сами видите, мега натуральные, они легко растушевываются, и они как будто бы выглядят, как вот тот самый, естественный, настоящий румянец, когда там, не знаю, побегаешь, попрыгаешь, и вот у тебя все это на лице. Это очень красиво, сама форма очень приятная, плюс сделано в Корее, это тоже дополнительно подкупает, как по мне. И, наверное, все-таки, когда я делала второй слой, я бы хотела, чтобы румяны выглядели ярче, потому что на объективную выливать всю упаковку ради цвета желания у меня на лицо нет. Я думаю, что я поставлю этим румяном твердую пятерку, потому что для любителей это реально круто. Для тех, кто хочет поярче, in question, потому что наслоить ты их не можешь. А теперь давайте еще посмотрим, сколько они стоили. И стоили они 28 евро, то есть, получается, 2800 рублей. А, простите, нет, это миниатюра, это вот это 28 евро стоит, то есть, 2800 рублей. А вот эта штука стоит 3700 рублей за вот эти румяна, 3700 на секунду отдать нужно. Вот они все цены. Тут написано 214 евро, потому что косметику от других знаменитостей я покупала в другом магазине. Итак, рассказываю про румяна, что же произошло. После того, как я сняла видео у родителей, я так и продолжила краситься вот этой косметикой, которую там купила. Ну, просто потому, что у меня там больше ничего с собой не было. В общем, эти румяны я использовала достаточно часто, этот тон я использую достаточно часто. Из-за того, что я к ним привыкла, когда я уже вернулась домой в Москву, я начинаю пользоваться тем же самым набором косметики. Спойлер, уходовые продукты были такие же. И просто в какой-то момент я крашусь, собираюсь навстречу, пришла навстречу по работе, и это просто полный трындец. И я понимаю, что румяна как-то странно лежат, то есть цвет немножко не такой. Но я думаю, вы сами понимаете, что я не сразу поняла, что у меня началась аллергия, потому что я смотрю в зеркало, я продолжаю окраситься, я вижу вот эти же вот цвета, только не такие, если что, это не эти румяна, очевидно, это просто тени. Но смысл в том, что я делала такой же макияж, только в основе я решила положить вот эти вот румяна. Типа у меня здесь покраснение под глазами. Ну вот и как вот на это реагировать? И я крашусь, и я не понимаю, что происходит, и потом до меня доходит, что у меня вот эта краснота, это нифига не цвет румян, это буквально начинается аллергия, у меня выступают папулы, или как это правильно называется, на лице, и я сижу просто с лицом лица в шоке, потому что потом вся зона под глазами, ровно туда, куда я наносила эти же румяна, она опухает. В общем, конечно, очевидно, в моменте я очень сильно разлилась, но я хочу немножко высказать свое мнение на тему в целом концепта косметики, любой косметики, потому что потом я решила провести социальный опрос в моих соцсетях и узнать у людей, как дела обстоят аллергии у них. Конечно же, под этим видео я тоже очень бы хотела узнать, была ли у вас аллергия на косметику и на какую. И, в общем, выжимка из этой всей информации. Аллергия на косметику реально может случиться у любого человека в любой момент, даже на продукт, которым он пользуется, даже при условии, что это не новый продукт, которым он раньше пользовался, но я закончила с помадой, но пошел купи новый, а буквально на любой продукт, даже которым ты пользовался в течение полугода, и все было классно, а потом тебя может бахнуть. И вы знаете, вот всегда есть такое мнение устойчиво, что типа если дорогая косметика, то значит она не должна вызывать аллергии, и т.п., и т.д. Но по факту огромное количество людей мне писало о том, что у кого-то аллергия на Dior, у кого-то аллергия на Chanel, конечно же, у кого-то аллергия на Mass Market, а у кого-то аллергия на китайскую косметику, а у кого-то аллергия даже на корейскую косметику, в том числе у Кодова, которая заявлена как гипоаллергенная, да, и такие кейсы были, но в любом случае, я думаю, вы понимаете, что эта ситуация мега ситуативная, и, ну, грустно это все, вот что я хочу сказать, абсолютно грустно, потому что когда ты покупаешь румяну, блин, за 4 косаря, ну, конечно, ты не хочешь, чтобы ты их выкинула на помойку, ибо у тебя на них аллергия внезапно началась. Вот такая вот у меня история. Ах да, справедливости ради, у меня уже есть видео, которое посвящено всей тематике дорогой и дешевой косметики, обязательно его посмотрите, оно так и называется сравнение дорогой и дешевой косметики, в этом году, которое было снято, потому что, возможно, я еще снимала в таком-то 19-м году аналогичное видео, но в этом году оно было снято более осознанно, вот оно в углу будет. Ииии, тадам! Кайли Дженнер, палетка Тимей. Что ж, давайте посмотрим. Палетки от Кайли, как всегда, выглядят потрясающе, но такой у меня никогда не было, поэтому для меня это втройне интересно посмотреть, что же там у Кайли. На самом деле, сейчас входит огромное количество информации, что дела у нее, на самом деле, весьма скверно, что проблемы огромные с косметическим брендом, но я не супер вдавалась в подробности по этому и углу вам рассказать каких-нибудь интересных инсайдиков, но вроде как, насколько я понимала ее бренд, когда хайпанул, когда все вот использовали эту помаду, которая была в коллаборации с карандашиком для губ, это действительно зашло, людям это нравилось и все такое прочее, но потом, как мы понимаем, тренды что? Приходят и уходят, и любой, как бы, продукт должен подстраиваться под современные реальности, чтобы всегда быть плюс-минус на плаву. И вроде как у Кайли этого не получилось, но это то, что я слышала на ютубе, но сами понимаете, пока ты не изучишь информацию, наверняка на 7 миллион процентов очень трудно что-то говорить. В общем, вот так вот выглядит палетка, максимально минималистичная, максимально неудовыми оттенками, и большое зеркало, которое мы сейчас раскроем. Обожаю. Стоила эта палетка 38 евро, то есть 3800 рублей. И написано, что эта палетка мега пигментированная, что это вообще прессованные пигменты, а не тени, и что они должны дать уху-ху, вот такой вот эффект. Начну с базового оттенка, и наношу на все мои подвижные века. Праведливости ради, действительно, уху-ху, это достаточно ярко. Да, это очень и очень хорошо. Чтобы понимали, я думаю сейчас у родителей, и тут у меня не то, чтобы были какие-то хорошие профессиональные кисти. Поэтому пользуюсь буквально тем, что я нашла. Явно, эта кисть не самый лучший выбор. Если уж эта кисть вот так хорошо она не слой, то как бы это как будто бы о многом говорит, а еще между глаз попало трэш. Вот она, растушевочная кисть. Следующее, что я делаю, я беру оттенок теней, который будет называться ньют. Меня никогда не смущает то, что с кисти слетают тени, пофиг, пусть слетают, лишь бы на моих глазах оставались. Что сказать, действительно ньют, и это хорошо. Кстати говоря, ребят, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что я туда выкладываю огромное количество туториалов, макияжа. Я решила, что я хочу развивать свою телегу не только как мой личный дневник, но и некую пользу для вас тоже дать, потому что с ютубом очень непонятная ситуация. Думаю, вы это миллионы раз уже слышали, но непонятная она не потому, что это непонятно, что будет делать конкретно блогер, который вы прямо сейчас смотрите. У блогера это как раз-таки все очень даже понятно. Он будет продолжать свою деятельность, никуда он от вас не денется. Такие истории. Что касается того, насколько удобно смотреть контент на ютубе, я уже не знаю, потому что я регулярно вижу, что моя аудитория, как раз-таки которая сидит в телеграме, очень часто жалуется, что им не комфортно смотреть тут видео. Поэтому я решила показывать именно макияжные туториалы, и делать максимально полезный и развлекательный контент одновременно в своей телеге. Поэтому я вас на сильно очень-очень жду. Палетки я ставлю 10 из 10. Мне она очень понравилась. Это очень красиво, это очень легко растушевывается. Я сделала этот макияж за 3 минуты. Какой-то вообще отстойный кисть, и меня это очень сильно вдохновило, и я считаю, что это класс. Поэтому получаю от меня, Кайли, лайк за эту палетку. Ведь Кайли так сильно нужен лайк от меня. А знаете, кому точно нужен лайк? Мне, от вас. Подпишись. Следующий мейкап-продукт будет от Арианочки Гранде. Вот же мой, я помню этот обзор, когда я снимала. Я обычно стараюсь быть объективной. Я вообще-то люблю справедливость. Если что-то хорошо, я это похвалю. Если что-то плохо, ну, я об этом скажу. Но специально я обычно ни до кого не докапываюсь, потому что, знаете, докапываться обычно даже и не приходится. И вот, я помню, что когда Ариана Гранде выпустила свою косметику, и я снимала видео, после того, как я уже сняла селу монтировать, я сделала огромный дисклеймер, что, ребят, был первый концерт в моей жизни, настолько сильно я ее люблю. Я люблю Ариану Гранде, я даже была на ее концерте, но с косметикой. В общем, не буду вам спойлерить. Если заходите, потом посмотрите. Боже, как меня знатно атаковали потом фанаты фан-аккаунта Арианы Гранде. Снимали какие-то, господи, на меня видео, что фу, Лиса, вы мне ненавидите Ариану Гранде. Но было столько, а это какой ужас, просто кошмар. Вот и думаю потом, да, вот после таких ситуаций, а тебе честно говорить, или все-таки говорить, не, ну, мне нравится косметика от Ряночки, потому что она клевая. Ладно, прошло несколько лет, косметика претерпела чем понравилось тогда. Я решила дать еще раз второй шанс. Давайте посмотрим для начала на подводку. Ну вот что надо брать у Ариана Гранде, так это, по-моему, очевидно подводку. Ну, как и в моем случае, когда... Вы это не видели, да? Значит, показываю. Это музыка была на воде. Она в воде. Вот каплю воды, вы видите? И внутри там все в воде. Вот они капли истекают. И что это такое? Можно мне, пожалуйста, объяснить? Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы внутри подводки была вода. Ну, вот так вот выглядит подводка. И что мы с вами видим? Она течет! Посмотрите, что с этой подводкой стало. Я не буду наносить на глаза. Я понимаю, что очень хочется посмотреть на то, что будут выглядеть стрелки, но я не хочу потом смывать макияж, потому что я планировала еще пойти с родителями погулять. Не, ну мне жаль. То есть, получается, что вот цена. А я дала две тысячи рублей. Две тысячи за вот эту подводку. Просто срань! Ну срань! Трэш! Один из десяти. Отрицательное значение. Это сразу просто в мусор. Очень обидно, очень жаль. Нет, ну реально, ну как? Ну как? Что ж, немножко подушню. Объясню, как вообще создается косметика. Есть определенные люди, которые занимаются чем? Тем, что делают косметику. Это и лаборанты, и химики, и технологи, и целая-целая-целая огромная куча разных людей, разных профессий, которые несут ответственность за то, чтобы что-то создать. Вот есть условно Ариана Гранде, и она говорит, я хочу подводку. Ее задача в том, чтобы описать максимально подробно, что конкретно хочется над подводкой. И там вот такой вот огромный список того, что тебе нужно, и ты заполнять его можешь целую неделю, я вам клянусь, этот список гигантский, он настолько сумасшедший огромный, что ты сидишь и думаешь, ты вообще что делаешь, подводку создаешь, или какой-то дом строишь, потому что очень много нюансов. И в общем, ты заполняешь, и там прописано буквально, сколько должно носиться, какая реакция должна быть на жирной кожи, какая на сухой, какая на нормальный, что с продуктом должно происходить во время того, как на него попадает вода. И ты прямо это описываешь вот так вот огромно, пишешь огромное зачинение. У меня, блин, дипломная работа меньше заняла времени, чем написание вот этой вот ТЗ для подводки. Да, спалилась, но вы и так уже давно, я думаю, об этом догадываетесь. Дальше ты получаешь целую кучу продуктов по твоему ТЗ, которые, кстати говоря, достаточно долго, то есть минимум год идет разработка под тебя, вот под твоей хотелке вот эту вот штуку. И дальше тебе предлагают миллион вариантов. И да, если ты ответственный человек и хочешь как бы сделать нормальный продукт, будешь тестировать и описывать свои впечатления. Поэтому как это вообще могли пропустить и допустить? Потому что, ну, очевидно, если мне первый выпуск Ариана Гранда не нравился, то у них явно есть какие-то проблемы именно с производством. Как продукт за 2000, за 20 евро? А Ариана Гранда, ну, может быть, такие, не знаю. Вы знаете, меня даже не бомбит, я просто расстроена, потому что я реально люблю Ариана Гранда, мне странно. И это не субъективно, это просто объективная растекшаяся подводка. Тут субъективного моего ноль. Она мне могла по кончику не понравиться, и это было бы субъективно, а это объективная картина мира. Но, ладно, подушнили и поехали дальше. Тушь для ресниц. Достаем. Тут у нас тоже Ариана. Я решила отдать ей мои глаза. Было две по форме туши. Одна была классическая, вторая была вот такая вот интересная. И вот это вот интересное гарантирует нам, ну, по крайней мере, обещает, то, что ресницы будут огромными, классными, длинными и т.п. и т.д. Так как я уже знаю, как могут выглядеть мои нижние ресницы от нормальной туши, то я уже примерно понимаю, что я хочу ожидать от туши за бешеное количество денег от Ариана Гранда, у которой всегда прекрасный акцент на ресницы и прекрасный акцент на стрелке. Но со стрелкой мы уже провалились, поехали с тушью. Во-первых, давайте отметим ее форму и насколько это вообще удобно, неудобно. Для понимания, мои ресницы могут выглядеть так. Щетка удобная. С верхними ресницами эта тушь, в принципе, неплохо справилась. Я не могу сказать, что это самые объемные, длинные, густые ресницы, которые я когда-либо на своих глазах видела. Это нормально. Вот такая вот получается разница с моими глазами без туши и с тушью. Нижние ресницы, конечно, слабоваты. Хотелось бы более густого эффекта, особенно, когда все-таки мы говорим про Ариану и про ее лютый акцент всегда на глаза. Ну, что ж, это хотя бы работает, это неплохо, поэтому я могу смело поставить этой туши, ну, скажем, 7 баллов из 10. Ну, ладно, на фоне всего остального, кстати говоря, даже как будто бы дешево, потому что это самый дешевый продукт из всего, что я покупала. И стоит он 17 евро, то есть 1700 рублей. Ну, понятное дело, что за 1700 рублей ты ожидаешь чего-то лучше, чем полунюдовая тушь, но в целом нормально. Но только не 7 баллов. Я решила, что-то все-таки за такие деньги, ну, наверное, баллы я 4 дам, 4-5. То есть тот же самый Vivienne Soboca Barre, Luxe Visage, все еще гораздо-гораздо-гораздо лучше, а стоит гораздо-гораздо-гораздо дешевле. Губы. И здесь у нас Lady Gaga. Что ж, посмотрим на бренд Lady Gaga, который называется House Labs. Кстати говоря, обратите внимание, что упаковки у очень многих исполнителей получаются мега похожими. То есть это у нас Филена Гомас, Ариана Гранде, Lady Gaga. И в то же самое время упаковка Арианы выделяется очень сильно. То есть, ну, очевидно, не похоже. Это мой первый продукт от Lady Gaga. Я не пробовала. Я вообще более того скажу, офигел, когда узнала, что у меня вообще косметика есть, потому что она появилась довольно-таки недавно. Упаковка очень приятная. Снизу матовое стекло, сверху глянцевая вот такая вот крышечка, и кисть похожа на кисть бренда Glomy русского. Кстати, говоря, по текстуре тоже похоже. Это очень забавно. Так, что могу отметить? Во-первых, текстура суперлипкая. По поводу цвета. Цвет мне нравится, но очень-очень липкое, вязкое ощущение на губах. Хоть я сказала, что это похоже на Glomy, если что, по уровню носки это вообще не похоже на Glomy. Очень странная текстура. Прямо, как будто у меня губы. Господи, я не знаю, с чем это сравнить. Короче, очень странное, липкое ощущение. Липкое, при этом очень густое ощущение на губах. Как будто, ну, жидкое тесто. Я не знаю, это очень необычно. Возможно, это тоже лечебный какой-то продукт. Сейчас мы это уточним. Ну, конечно, да, это пептиды. Ладно, считываем этот продукт, разнемся у него в составе пептиды. Он позиционируется как средство для лечения, как средство для лечения, то есть, как гигиенички. Цвет мне нравится, ощущение не нравится. Леди Гага нравится. И как я могу вот это вот оценить House Labs? Ну, поставлю ему пятерку, потому что, если человек покупает это для того, чтобы губы своей лечить, визуальный эффект мне понравился больше, чем косметика Хейли Бибер, на которой я делала обзор здесь. И за этот продукт я отдала 25 евро с половиной тысячи. Жесть! И последний продукт на сегодня это пудра от Рианы. Вся та же самая история о том, что огромное количество подтонов и вот сама пудра выглядит следующим образом. Здесь у нас с вами тоже такая белая минималистичная упаковка. Все сделано, опять-таки, в стиле бриллианта, то есть вот на огранка, все дела. И вот эту штуку можно поднять, и внутри будет спонжик. Спонжик достаточно прорезиненный, поэтому, скорее всего, покрытие будет очень плотным. Возможно, будет сейчас смотреться гораздо плотнее, чем сам тон. Если честно, я ждала больше вот этой пудры. Я думала, что она будет по ощущению как вот эта вот хайповая пудра от Лореаль, одно время которого все просто рекламировали, все в ТикТоке ее проверяли. Я тоже не миллион раз говорила. Ой, от Мэйбелин это был не Лореаль, извините, пожалуйста. Вот, вот этот вот Fit Me Maybelline, оно же, но хуже. Оно дороже. Поэтому не могу сказать, что эта пудра мне понравилась. Я даже удивлена в какой-то степени, потому что, ну, я ожидала, что я сейчас вот так вот сделаю. И у меня прям лицо будет как после мегафильтра какого-то. Но этого не случилось. Просто убрала все возможную блестяшку самого лица. И охренеть, можно этот продукт стоил 40 евро. Это самый дорогой продукт, вообще самый дорогой продукт из того, что я покупала. Офигеть. 4 тысячи за вот эту пудру? Ну, нет. Нет, 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 вообще нет. Просто в шоке. Ладно, ну, остальные продукты зато были нормальные. Скажите, купили бы вы что-нибудь из этого списка, что вам очень понравилось, что нет? И посмотрите вот это видео. Сегодня я буду распаковывать мистери-боксы с Вайлберес. Да, на Вайлберес есть целая куча мистери-боксов. Мистери-боксы это заранее неизвестные покупатели набора вещей, которые собираются в коробках и продаются на всевозможных интернет-сайтов.